История начинается так. Жил-был один капитан дальнего плавания. Всю жизнь он бороздил моря и океаны на своем кораблике. Был он очень смелый, ничего не боялся. Ни бурь, ни шторм, ни акул. А скажи, вот большого глубоководного спрута он боялся? Даже большого спрута он не боялся. Вот это да, вот это было важно. А звали этого капитана Дормидонт Порфирьевич. Дормидонт Порфирьевич. А что, есть такое имя Дормидонт Порфирьевич? Есть и не такое еще. И вот Дормидонт Порфирьевич однажды открыл необитаемый остров. Ну, впрочем, это он сначала думал, что остров необитаемый. А когда причавил, оказалось, что там все-таки жил один человек. Это был матрос, который много лет назад спасся из кораблекрушения. И как же его звали, этого матроса? У него же наверняка тоже было какое-нибудь эдакое имя. Да, очень просто его звали. Четверг. Вот еще. Он спасся из кораблекрушения, вылез на берег этого необитаемого острова и стал там жить. На острове было стучник с водой, росли пальмы со всякими кокосами. В общем, можно было жить, только очень скучно. И что же он сделал? Если ему было скучно, он наверняка должен был что-нибудь придумать, чтобы совсем уже не засохнуть от тосты. К счастью, у этого острова была одна уникальная особенность. Он находился в самом центре мирового океана, и со всех концов света невидимые морские течения приносили к нему разные волшебные штуки. То фонарик от маяка, то хвостик от русалки, то специальную морскую жужжалку для жужжания в море. И вот он ходил истарательно по берегу и собирал все эти штуки в свой матросский сундучок. Думал, что когда-нибудь пригодится. И что же, пригодилось? И вот Домидот Парфирьевич причалил к берегам этого острова. И матрос четверг очень обрадовался. Собрал свои пожитки, взобрался капитану на корабль и отправились они домой. Плыли, плыли, наконец доплыли до родных берегов. Сошел матрос четверг на твердую землю и от радости забыл все на свете. А когда вспомнил и оглянулся, смотрит, а капитану уже нету. Он опять ушел в дальнее плавание. И матрос четверг очень расстроился. Как вы думаете, почему? Потому что он хотел, чтобы он опять плавал. Ну, может быть и хотел опять в плавание. Но самое главное, он забыл сказать спасибо Доргендонту Парфирьевичу. Тот же его спас с необитаемого острова. А спасибо-то матрос четверг не сказал. Очень расстроился. Сел там же, где стоял. Повесил голову и пригорел. И вот сидит он, сидит. А мимо как раз мы проходим с Игорем. Мы возвращались из путешествия и вышли на берег. Смотрим. Сидит матрос. Грустный. Вздыхает. Потом глаза на нас поднял. И говорит. О! Вот вы, говорит, артисты, вы по разным городам и странам ездите. Давайте-ка я вам отдам свой матросский сундучок со своими сокровищами. И вы будете возить его по своим концертам и показывать своим зрителям и слушателям. Вдруг на ваш концерт придет капитан Доргендон Парфирьевич. И вы тут же его узнаете. Нет, это еще не он. Это его внук. И вы тут же его узнаете. И, пожалуйста, отдайте ему мой сундучок и скажите ему за меня спасибо. Мы решили ему помочь, конечно же, матросу. Взяли его сундучок и с тех пор возим его с собой. Вот такой сундучок. Ой, какой ж ты у нас не попал. Открыть. А вот сейчас... Дайте, не сразу. Прежде чем мы его откроем, мы споем про него песню. Идет по дорожке серьезный индюк, везет на тележке железный сундук. Навстречу корова бежит на левке. Скажите, кричит, что у вас в сундуке. Простите, я с вами почти не знаком. Пустите мне то зацеплю сундуком. Ну, нет, не выйду я отсюда пока. Не скажете, что там внутри сундука. Не скажете, что там, не скажете, что там внутри сундука. Стоит до сих пор на дорожке индюк. Вижу до сих пор на тележке сундук. И эта корова не сдвинулась с места. И что в сундуке до сих пор неизвестно. Индюк так и не рассказал корове, что у него в том сундуке. Но мы-то свой сундук можем как раз открыть. Что и сделаем. И вот сейчас, дорогие дети и взрослые, будем играть в такую игру. Мы будем оттуда доставать разные штуки и вам показывать. А вы попробуйте их называть. Какие-то втрыться. Ой, как мне все здесь нравится. Есть такие сокровища. Ну, вот, чего бы начать. Ну, вот, наверное, вот, вот, пожалуй, вот с этого я хочу. Сельгамуха. Сельгамуха, это хорошая версия. Нет, в нос. А, лупа, лупа. Да, может быть и так. А если еще вот так, вот еще могут быть разные варианты. Это все-таки кольцо. Но это не просто кольцо. А то самое кольцо, которое Филин по имени Филли подарил кошечке по имени Молли. И об этом наша первая история. У кошечки мой Филина Филли, денег было, что в лох. Меды купили, и море уплыли, зеленая, как короха. Звезды светили, чудо запили, тихо гитары звон. Сон, ты меня любишь, милая, или это волшебный сон? Сон. Это сон. Очень волшебный сон. Молли, милая, ты сильный и смелый, и не дурен лицом. Не прочь я замуж, но только сам уж думай, как быть с кольцом. Али плыли вперед целый день и год, дерево банка в лесу. Где свин в парике резвился в реке с кольцом золотым. В носу, в носу, в носу, да, в носу, кольцо у него, в носу. Наш рилинг новый, имен терновый, он обменял кольцо. На завтра речаных, индюк, речаных с носом во все лицо. На завтра книги, альбуйте в теле, а лед они перезной. Игла в руке, на моском песке, танцевали они под луной. Луной, вдвоем под одной луной. Луной, вдвоем под одной луной. Ну, достанем следующий предмет из сундука. Если вам вдруг захочется похлопать, вы можете это делать. Да, естественно. Ну, после песен мы тоже. На следующий предмет у меня каждый раз есть надежда, что его никто не узнает. Потому что я его так специально достаю, что кажется, будто это... Что? Вер. Вер. Как же узнаете? Он же сложный. Каждый раз я думаю, ну вот в этот раз, ну... Ну, Игорь сразу же поймет, что перед ним такие умные дети, и такие изобразительные взрослые. И каждый раз он надеется, что хотя бы один человек... Ну, вот так же. Не видно, что это вера. А почему-то все узнают. Видно, если это близко, а когда это далеко... Вот смотри, вот я сейчас тебе покажу вот так. Вот так вот что ты видишь. Вера. Это вера. Не просто вера. Да, это вера, одна нашей знакомой уточки, которая решила отправиться в путешествие и пригласила кенгуру. Потому что, ну, в одиночку путешествовать неинтересно. И как раз вот как она приглашала кенгуру в это путешествие, вот об этом будет наша история. И это не просто песня, а песня балет. И следите за ногами. Сказала утка кенгуру, вы кратцы волосны, вы мне нравы. Вы так прекрасны поутру, и на закате вы прекрасны. О, сколько жизни в одиночку. Ну, я бы был ванчика заводной, а мне бы вне волна ветру. Ну, я скаклый мой кенгуру. Меня бы взять-то умнести, я здесь засохну на корню. Сидеть я буду тихо, 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 тихо. Ру, тихо, 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 тихо. Отревите луткий кенгуру, я знаю, птица на спине. Залог удачи Новый друг живёт сомнений во мне. Принять на спину духом слаб я пару мокрых птичьих лап. Они сулят жестокий ру. Матизм припомнил кенгуру. Сказала утка, для больных Болезней утки средства нет Четыре пары шерстяных Убила я носком и плед И сто сигар из лампы Люблю, люблю, добейте вас, люблю Вы тоже курите Ответов скромного кенгуру Ля-ля-ля, ля-ля-ля Ля-ля-ля, ля-ля-ля Простите, глупый мой каприз Я был невежлив неспроста Для баланса сядь в теннис На самый краешек хвоста И скоп-поскоп вокруг земли Почти три раза обошли И первая утка на ветру Спаси, спаси, спаси Спаси, спаси Спаси, спаси Бакенгуру Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому